друзья приветствую александр из смоленска на посылке не было имени сейчас только нашел прислал образцы масла молли green selection 530 вот описание автомобиля условия эксплуатации само масло вот здесь здесь один нюанс я сейчас отмечу значит александр спасибо ему огромное распечатал протокол из мисс гсм а проверки и тут указано с.н. эльсак gf-5 но на сайте производителя уже указано sp или сакс gf-6 а то есть рецептуру явно подновили поэтому непонятно какой как какая простите в данном масле рецептура ну давайте посмотрим значит вот в таких пробирочках масла по две штуки я так понимаю чтоб с перестраховкой чтоб хватило на вязкость да значит первым делом естественно я обновлю спектрограмму на ранее созданные болванки посмотрим какие показатели будут у прибора так ну и проверим отработку так значит смотрите эстеров практически не видно здесь я даже не стал увеличивать зону но судя по названию здесь часть противоизносных присадок отведены функции отведены на молибден так выбираю данное масло чтоб подкорректировать значение посмотреть в какую сторону они сдвинулись и давайте посмотрим так пункты по которым будет анализироваться лимиты и смотрите противоизносных присадок 30 процентов ну здесь явно подпилена под максимальный эльсак то есть урезана сильно папа по фосфору по цинку но повторю мое мнение что здесь скорее всего заменили это все молибдена так здесь корректирую гликоль в нулевые значения чтобы потом от этого значения уже отталкиваться так и щелочное я только когда монтировал разобрался и поэтому я выставил по данным мидс гсм ну и с учетом разницы госа в принципе допустимо но я думаю что все-таки здесь не 7 с половиной а вот под новые рецептуры скорее всего там максимум 7 а возможно что и 6 и 7 вот так кислотная очень правдоподобная его даже трогать не стал сажу подкорректирована в общем-то все остальное видите хотя вот здесь по сульфатированию видно 17,5 достаточно такой уровень сернистой или база сернистая такая непонятно так все эталон создан можно проверять отработку видите прибор захотел проверить чистоту окон измерить фон чтобы учесть какие-то возможные там повреждения окон изменения в дальнейшем при значит измерении я закладываю образец отработки информацию по автомобилю вы видите это citroen c3 пикассо десятого года 1.4 значит мт так и вот какие результаты посмотрите значит по противоизноски практически она не сработалась видимо молибден может быть способствует тому что классическая не участвует и смотрите нитрование высокое нитрование мотору тяжело дышать или это воздушный фильтр или катализатор или прорыв картерных газов судя под оливки 600 грамм на таком на 100 часах похоже что здесь картерные газы окисляют масло в картере скорее всего отсюда нитрование нитрование достаточно высокая до 30 30 это уже там уровень тревоги сейчас покажу вам что стало с вязкостью вязкость тоже капитал представляете при средней скорости 48 километров в час езда по трассе 90 процентов блин так сильно масло разжижилась здесь похоже льет форсунка одна или две не знаю не знаю может три ну да есть проблема очевидная в моторе не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео ну и вот ресурс значит при пробеге 116 моточасов и 5600 километров значение у меня получились вот следующие 8 700 масло способно по километражу проехать и 181 моточас но скорее всего здесь на самом деле кисло и щелочное начальное ниже по вязкости 181 час машина не проедет масло быстрее издуется если она за 100 часов грубо говоря на две трети сработалась то здесь 150 часов потолок да по по вязкости ну здесь проблемы с мотором честно ну говоря трассовый пробег но такое капитальное разжижение не трава не и доливка ну доливка понятно по трассе может быть больше расход почему я вот сейчас объясню на мой взгляд когда поршень на оборотах двигается быстрее то с ним происходит то же самое как с покрышкой с резиной в луже эффект аква планирования она всплывает не успевает полностью всю 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 жидкость выдавливать из-под себя также и кольцо скорее всего при большой скорости движения от чего и мотоциклы сильное разжижение топливом то есть кольцо не успевает так быстро отрабатывать больше масла остается на стенках с маслом по по и попадает больше топлива ну и больше угар чем выше обороты тем больше угар здесь возможно да есть или износ какой-то естественный или ну что то такое потому что много топлива попадает в масло очень и не трава не естественно не трава не александр устроит проверить первым делом масляный фильтр ну и с картерными газами не знаю что делать тут как как продиагностировать проверить клапан вентиляции картерных газов ну и крайний случай там не не знаю если есть возможность проверить забитость катализатора потому что попадает маслом есть расход масла возможно что катализатор забит тоже как одна из причин высокого такого нитрования вот такой получился тест пишите свои комментарии прошу прощения сейчас такая загрузка что не всегда успеваю отвечать на комментарии вот стараюсь по возможности это делать благодарю александра еще раз за образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока